Здравствуйте! В эфире программа «Личная встреча» тема сегодняшнего выпуска «Здоровый образ жизни», а вернее спортивная жизнь арчан. И сегодня у нас в гостях председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Николаевич Ротмистров. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Добрый вечер! Предлагаю перед тем, как начать наш диалог, посмотреть сюжет. Несмотря на то, что мы живем в провинциальном городке, Аборский знают далеко за его пределами. Заслуга в этом есть и у наших спортсменов, которые не раз становились золотыми медалистами и абсолютными победителями на всероссийских чемпионатах и даже на чемпионатах Европы. В нашем городе семь детско-юношеских спортивных школ, и каждая из них воспитывает спортсменов всероссийского и международного классов. Очень развиты в городе и секции бокса, тяжелые атлетики, всех видов борьбы. Вольная борьба греко-римская, силовое троеборье. Ежегодно в Орске проходят турниры на призы известных чемпионов, а также соревнования международного уровня по армрестлингу. Так, например, спортсмены шахматы школы отстаивают спортивную честь на соревнованиях самого высокого уровня. И не просто представляют город, а занимают первые места, становятся победителями и чемпионами. Не стоит относиться с пренебрежением и корским силачам. Сергей Шпота, воспитанник спортивной школы «Лидер», стал чемпионом России по пауэрлифтингу среди студентов. Можно бесконечно говорить и об орчанах, занимающихся в секциях настольного тенниса, лыжных гонок, конькобежного спорта, игровых видах спорта, футбол, баскетбол, волейбол. Все они – настоящие будущие победители, участники всевозможных соревнований, состязаний разного уровня и сложности. Я участвую во многих соревнованиях в баскетболе. Это касается как оленбургских соревнований, так и казахстанских. Также участвовала в соревнованиях в кэсбаске, за свою школу играла. Я занимаюсь баскетболом около двух лет. Мне нравится им заниматься, я буду продолжать. С самого детства к этому приучали, я с четырех лет сразу пошла на шахматы. Хотелось бы мир выиграть. Для начала в сборную попасть, а там кубки какие-либо, Европы, миры. Конечно, хотелось бы. Для начала в сборную. Все они – арчане, наши земляки, и мы должны гордиться ими. Сергей Николаевич, вы тот человек, который всю свою жизнь связал со спортом. Вы присутствуете на каждом мероприятии, знаете всех спортсменов нашего города. То есть, можно сказать, что спортивную жизнь найти изнутри. Так вот, к вам такой вопрос. Насколько у нас развито это движение за здоровый образ жизни, и, может, есть какие-то проблемы, которые нужно срочно решить? Да, Светлана, я стараюсь бывать практически на каждом спортивном мероприятии в городе Орске. Их проводится в год больше двухсот. Поэтому, конечно, очень много мероприятий спортивных, к сожалению, проходит без меня. И я очень об этом сожалею. Хочу сказать, что в городе Орске стало очень модно заниматься спортом, особенно среди молодежи. Практически каждые выходные дни в городе проходят от пяти до восьми спортивных мероприятий. Спортивная жизнь буквально бурлит в городе Орске. У нас развито практически 42 вида спорта. Есть и технические виды спорта. И я думаю, что всем молодым людям это все по душе. И все-таки вот есть какие-то проблемы? Может, на что-то нужно обратить сейчас внимание? Ну, конечно же, проблемы есть. Проблем, ну, достаточно их обширный круг. Ну, вот одна из проблем, это, конечно же, ну, так скажем, что нехватка материально-спортивной базы, которая сейчас, сейчас она переживает практически второе рождение в городе Орске. Достаточно очень много времени и вообще ничего не строилось. И посмотрите, все наши спортивные сооружения, наши спортзалы были постройки 50-х, 70-х, 80-х годов. И только сейчас, вот за последние вот пять лет, посмотрите, как здорово преображается спортивная база. Великолепный физкультурно-оздоровительный комплекс построен в поселке ОЗАТП. На стадионе «Авангард» появился целый комплекс. Это прекрасный чудо-стадион с табло, которое нет нигде в области, кстати. Прекрасный ледовый фок. Мы отремонтировали часть спортивных наших сооружений. Это и шахматный клуб, и стадион «Северный», и спорткомплекс «Дельфин», «Свобода». Достаточно старые спорткомплексы. На очереди еще ряд проектов. Но все-таки, если говорить о спортивной базе, то ее надо наращивать, ее пока не хватает для массового занятия спорта горожанам. А хватает ли кадров? Да, это вторая проблема наша, это нехватка спортивных кадров. Те тренеры, те преподаватели, которые сейчас работают с детьми, к сожалению, они в возрасте уже. Молодежь очень неохотно идет в спорт, в тренеры, в педагоги. Все это считается тем, что, к сожалению, очень низкая заработная плата. Вот поэтому и нет такого притока. А те люди, которые приходят к нам и работают, это настоящие фанаты, им просто в пояс надо поклониться. Я знаю, что в последнее время вы практикуете такую вещь, как тренер по месту жительства. Чем занимаются эти люди и вообще, как оплачивается им эта работа? Или это любители спорта заядлые, которые решили вам помочь? Да, конечно, это называется профессией инструктор по месту жительства. Сейчас в городе больше 60 инструкторов по месту жительства. Но их основная задача – это собрать ребят во дворах, провести какие-то соревнования, провести какие-то тренировки. Одним словом, ввести их в мир спорта, занятия ребят – это очень важная и нужная профессия. И очень много у нас энтузиастов, потому что заработная плата инструктора достаточно очень низкая, а работу они выполняют очень большую. Взять то и какие-то футбольные соревнования, и хоккейные соревнования, подготовка льда, участие в наших городских спартакиадах, которые называются «Ребята нашего двора». Это, конечно, дорогого стоит. И тоже это те люди, которым надо слова благодарности говорить очень часто. Если сейчас, посмотрев наш выпуск, кто-то захочет стать инструктором по месту жительства, что для этого необходимо? Прийти к вам в спорткомитет, заявку какую-то подать? Да, конечно, самое главное – это не заработная плата, к сожалению, а самое главное – это желание человека заняться с ребятами по месту жительства. Я вот прохожу очень много ребят во дворах, которым просто нечем заняться. Они рады бы, конечно, позаниматься, ходят на площадке, сидят на этих корте хоккейном или возле баскетбольного кольца. А вот провести соревнования, зажечь ребят, к сожалению, некому. И любое обращение к нам, конечно же, приветствуется. И мы готовы человека снабдить работой. Ну а с вопросом о том, насколько развита спортивная жизнь в Орске, мы обратились к самим жителям нашего города. Давайте посмотрим на экран. Вот мне в спортивной жизни интересно то, что успехи тренеров и детьми младшего возраста учитываются в их дальнейшей жизни. То есть уже ребенок вышел на другой уровень. Вот Виталина Симонова, которая сейчас завоевала, это все равно успех нашего тренера Орска. А поскольку я работаю в культуре, в музыкальной школе, у нас как бы вот эта вот взаимосвязь не прослеживается. Это, конечно, не из-за всех спорта имеет отношение, но вот жаль, что так. А так, ну, мне кажется, далека я от спорта, только к фитнесу недалеко. Ну, если судя по хоккею, по нашему, в общем-то ничего. Довольно-таки более-менее идет. А вот остальное, мне кажется, мало всего. Если взять детский вообще, по-моему, вообще все в полном упадке. Раньше, вот вспомните, собственно, вы-то и не можете, наверное, помнить. Я-то помню. В каждом дворе была по площадке, и хоккейная, и волейбольная. А сейчас-то нет ничего. Если где-то и есть, то, ну, это очень мало. Вот в спортивной площадке я уже возле шестой школы ни одной не вижу. Хорошо оцениваю. А сами каким-либо видом спорта занимаетесь? Ну, сейчас. Нет, раньше занимался, сейчас нет. Сейчас только на коньках будем кататься. Вот лично я в возрасте, а мне бы хотелось, чтобы был у нас бассейн для пожилых людей. Какие-то тренажерные залы. И вообще, я считаю, что не очень. Вот, пожалуйста, стадион «Зенит». Вот я здесь живу, заброшенный. А можно было из него сделать какую-то спортивную площадку, и там и корт есть. И, собственно, многое делать не надо. И стадион могли бы залить. Раньше здесь был стадион лет 20 назад. И музыка играла, и стадион заливали. А сейчас нет. Ну, очень мало, конечно. Надо было бы больше. Конечно, чтобы молодежь, хотя бы дети, все чем-то были бы заняты. А не то, чтобы бегали где-то, как сказать, по улицам. Ну, вот у нас бы горные эти лыжи организовали бы. Вот где у нас вроде бы нигде не строится. Здесь поближе. Надо сейчас бы с детьми прогуляться. Вот мало таких спортивных площадок, мне кажется. А вообще вы для себя какой ведь спорт выбрали? Для вас чего не хватает? Мне волейбол больше понравился. Потому что я как играл в институте, люблю до сих пор волейбол больше. Так-то я волейбол люблю вообще-то. Ну, а как вы считаете, морские есть площадки? Здесь есть, да. Это я знаю точно, потому что у меня дочь занимается волейболом. Ну, площадок, в принципе, маловато. Но вот сейчас дело идет о том, что сейчас вот новый построили около юбилейного, еще открытый каток. Но я думаю, сейчас разгрузится все-таки. То есть юноши будут иметь возможность заниматься, тренироваться, тренироваться. Ну, в принципе, конечно, сейчас я хочу сказать, что город сейчас большое внимание уделяет спорту. Много у нас очень строят спортивных площадок. В последнее время в Орске стал очень популярным хоккей. Домашние игры хоккейного клуба «Южный Урал» собирают толпы поклонников. Есть ли еще в Орске такие спортивные направления, которые достойны внимания не только Орской публике и которые можно также широко презентовать? Ну, не могу так однозначно сказать, потому что всяк вид спорта, в каждом виде спорта своя красота. Да, действительно, хоккей — это визитная карточка нашего города. С именем хоккейной команды «Южный Урал» очень много связано в спортивной жизни нашего города. Однако не менее другие популярные и развитые виды спорта в городе Орске такие игровые виды спорта, как и футбол, и баскетбол, и волейбол, и достаточно такие, назову виды спорта, как борьба, как единоборство, плавание, они тоже имеют свою историю и тоже, в общем-то, достойны внимания. И хочу сказать, что ни одним хоккеем живет наш город. У нас есть еще и достаточно очень много видов спорта, которые тоже требуют себе внимания, потому что люди им занимаются. Вообще в области существует так называемые опорные виды спорта, на которые обращает внимание область и рекомендует нам то же самое это делать. В их числе входит и тяжелая атлетика, и борьба, бокс, плавание. Ну а, как я сказал, конечно же, в нашем городе визитной карточкой нашего города именно спортом является хоккей. Вот зачастую спортсмены выезжают на соревнования за пределами города и области. Кто финансирует такие поездки? Частенько рчане выезжают, спортсмены выезжают за пределы города и области на различные спортивные соревнования. Хочу сразу сказать, что на соревнованиях мирового уровня, конечно, спонсирует Министерство спорта Российской Федерации. На российский уровень спортсменов командирует областной спорткомитет, наше областное министерство. Соревнования областного масштаба, конечно же, закрывает город и многочисленные-многочисленные спонсоры, которым, конечно же, хочется от души сказать огромное-огромное спасибо, потому что их вклад в спорт просто неоценим. Говорю об этом не понаслышке, потому что, к сожалению, бюджетных средств, которые выделяются, конечно же, не хватает. На помощь приходят люди, предприниматели, предприятия, да и сами родители, которые участвуют в этом благородном деле. И таким образом ребята у нас получают первые шаги в спорте, получают спортивные разряды и получают первые победы. А есть ли финансирование какой-то внутри спортивных школ на тот же спортинвентарь? Да, безусловно, все наши спортивные школы зарабатывают тоже, предоставляя услуги населения. И таким образом они создают свой специальный фонд. Вот одно из направлений этого фонда — это помощь спортсмена, помощь в командировании и приобретении спортивного инвентаря. Ну, хочу сказать, что очень много в этом направлении делают спортивная школа и «Авангард», и спортивная школа «Надежда». Достаточно очень много приобретено инвентаря, спортивного инвентаря, оборудования именно на этой цели. Ну, хочу сказать, спортивная школа «Свобода», которая вот сейчас у нас сделан ремонт, ну, приобрела трибуны для зрителей. И это, конечно же, увеличивает зрелищность спортивных мероприятий в поселке ОЗТП. Вот смотрите, вы уже сказали, что спортивных направлений в Орске очень много. А как обстоит дело вот со спортивными площадками и насколько они доступны вообще для всех арчан? Ну, спортивные площадки в городе Орске существуют практически при каждом образовательном учреждении, где можно позаниматься физкультурой и спортом. Ну, это я имею в виду и простые школьные площадки, плоскостные, а также наши стадионы. Вот в последнее время в городе Орске развернулась полемика о том, как можно пойти там и так далее. Некоторые негодуют о том, что они не могут прийти. Я считаю, что дело-то, в общем-то, не стоит выйти на лица, потому что все стадионы, всю спортивную базу мы строим, конечно же, для жителей, для того, чтобы они могли пользоваться. Однако просто им отдать вот так вот, открыть стадион и заходить, кто может, это нельзя, иначе получится хаос. Ну, взять хотя бы вот стадион Северный. Великолепные там начинания, пожалуйста, любители утренних пробежек всегда ждут на стадионе. Точно так же и наш новый стадион Авангард, который еще, ну, еще там не подготовлены штаты, но, однако, администрация спортивного комплекса «Юбилейный» пошла навстречу любителям спорта и открывает стадион для любителей побегать. Хочу сказать, что как только стадион обретет свой статус, конечно же, для любителей пробежек, он будет открыт для того, чтобы люди смогли заниматься спортом. Точно так же будут и созданы группы здоровья для любителей футбола и других направлений. В общем-то, сразу хочу сказать, что стадион строится именно для развития спорта наших горожан. И вот следующий вопрос нам прислали зрители, цитирую. Существуют ли ворские любительские группы, например, в конно-спортивной школе или в секции фехтования? И как попасть в такие группы? Да, безусловно, не только там конно-спортивная школа и фехтование. У нас практически для всех 42 видов спорта везде открыто направление, для горожан. Основная задача – это не занятие первых мест или выполнение каких-то разрядных нормативов, а просто поддержать свою спортивную форму. Ведь большинство любительских групп, в общем-то, к задаче групп – это поддержание здоровья. В конце концов, просто поднятие настроения. И, ну, взять хотя бы конно-спортивную школу, ну, пожалуйста, приезжайте, вам там всегда будут рады. Точно так же и наша знаменитая, единственная на всю область, секция фехтования. Геннадий Николаевич Томберг просто устал зазывать ребят и вообще любителей спорта, для того, чтобы вы могли в городе Орске заняться этим экзотическим видом спорта. Двери для всех всегда открыты. И вот чем запомнился все-таки ушедший 2013 год? Какие вот спортивные мероприятия стали наиболее яркими? 2013 год запомнился, конечно же, яркими победами «Арчан» на соревнованиях. Я бы отметил здесь прекрасную победу нашего боксера Николая Арнаутова на молодежном первенстве России, выполнение мастера спорта. Прекрасную победу в плавании нашей Виталины Симоновой, которая в Дании наконец-то выступила очень здорово, заняла третье место на чемпионате Европы, проиграв лишь мировой рекордсменке. Очень много говорится о том, что у нас проведен, конечно же, самый главный спортивный форум – это фестиваль рабочего спорта, где просто никто не ожидал, и все до сих пор в области находятся в таком легком шоке, когда любительская команда города Орска сумела обыграть профессионалов команды «Газпром». Вот видите, что значит в спорте стремление победить, просто творить чудеса. Я, конечно, благодарен ребятам. Это самое яркое запоминающее событие уходящего года. Сейчас вот есть вид спорта, который еще нужно развивать, который вот в такой младенческой стадии, назовем его так. Да, очень много есть видов спорта, которые, конечно же, требуют к себе внимания определенного. Ну вот недавно приходила небольшая группа ребят, они очень серьезно занимаются парашютным спортом, конечно же, хотят попасть в сборную России, конечно же, нужны прыжки и нужно внимание этим ребятам. Есть, я бы сказал, конечно же, направление такое, как вот, допустим, фехтование, или вот ребята занимаются стендовой стрельбой, тоже достаточно очень хороший, и олимпийский вид спорта, который, конечно же, тоже надо развивать. Пока они еще находятся, так скажем, в стадии становления, конечно же, нужна помощь, и мы по возможности будем помогать всем, у кого добрые намерения, намерения развивать спорт и развивать, конечно же, здоровый образ жизни среди горожан. Вот в последнее время в Орске появляется все больше спортивных объектов. Вот в 2013 году, для тех, кто не знает, какие новые спортивные площадки появились, и куда можно прийти Арчанам, кто еще не знает. Ну, конечно же, первое, это красавец-стадион с уникальным таблом на стадионе «Авангард». Это открытие нашего ледового физкультурно-оздоровительного комплекса, где у ребят появилась возможность занятия не только хоккеем, но и фигурным катанием, и конькобежным спортом. Это, конечно же, радует. Это самые главные спортивные объекты. Ну, а взять хотя бы новый каток, который у нас открылся в парке машиностроительной. Машиностроители тоже отличная новость, при которой поднимает настроение. Вот, кстати, о катках. Это, наверное, такая наболевшая тема у всех. Впереди еще два месяца зимы. Сколько катков вообще у нас в городе, и куда можно пойти? У нас в городе порядка около ста катков, точнее, по-моему, 98 катков. Из них более 60 — это хоккейных кортов. Ну, хочу сразу сказать, что вот такие вот большие катки у нас существуют. В поселке ОЗТП спортивная школа «Юность» Валерий Сватич Задворнов подготовил каток вместе с прокатом возле спорткомплекса «Юность». Стадион «Локомотив», который отвечает Любовь Михайловна Чурикова, готовы горожанам две площадки предоставить с прокатом коньков. Это хоккейный корт и стадион «Локомотив». На стадионе «Пищевик» также заливается каток усилиями предпринимателей, за что им, конечно же, отдельное спасибо. Большие катки у нас появились и в Ленинском районе. В прошлом году особую популярность, конечно же, каток приобрел возле школы номер 4. Говорю это не понаслышке, потому что рядом живу и практически каждый вечер заезжаю на этот каток и катаюсь. В этом году появился новый каток — это в парке машиностроителей. Я тоже думаю, что в этом году он тоже пустовать не будет. И, конечно же, каток в Пальном микрорайоне 240-го квартала Владимир Николаевич Вдовченко все делает для того, чтобы этот каток функционировал на полную мощь и с качественным льдом. Не всегда, к сожалению, все получается, но я хочу горожанам сказать о том, чтобы они не оценивали критически ту или иную сторону этого катка, потому что я хочу сказать, что коллектив спортивной школы «Надежда», за которыми закреплен каток, делают все усилия для того, чтобы лед был качественным. Я хочу призвать горожан особо не критиковать, а просто прийти и помочь. От вас просто ждут помощи. Мне кажется, если мы возьмемся всем миром, то у нас будет самый лучший лед. А так говорить, что очень слабый лед, и на те труды, которые тратятся, люди не спят ночами, переживают и заливают лед, это, конечно, не пойдет. Ну и так как время нашей программы ограничено, к сожалению, последний, Сергей Николаевич, вопрос, наверное, самый важный. Чего же ожидать любителям спорта в 2014 году? Новых побед, наверное. Ну, у нас в городе Орске занимается спортом молодое поколение, свыше 6 тысяч человек. Конечно же, мы ждем от них побед и более высоких результатов. Мы мечтаем, конечно же, и о победе нашей главной команды, это Южного Урала, о том, чтобы они хоть немножко повыше забрались в этом году в серии плей-офф. Я думаю, коллектив там очень боеспособный, настроен только на победу, и я думаю, что победы придут. Мы ждем также очень больших результатов от наших единоборств. Я имею в виду борьба с самбо, дзюдо, бокс. Ведь великолепные традиции у нас созданы, я думаю, что мы вправе ждать результаты. Также не могу не сказать о наших пловцах, о нашем спортивном плавательном клубе «Надежда», которым руководит Ирина Павловна Симакова. Там тоже очень большой потенциал и резерв наших спортивных кадров. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич, за откровенные ответы. Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Николаевич Ротмистров. Дорогие телезрители, если у вас еще остались вопросы к Сергею Николаевичу или вы хотите предложить тему следующего выпуска, обращайтесь по телефону нашей редакции 372010. Ну, а с вами была Светлана Комарова. До новых встреч. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова